всем привет всех поздравляю сегодня у нас очень волшебный эфир и сегодня мы с вами привет привет и сегодня мы с вами будем прямом эфире отмечать приход новой эры водолея конечно же мы будем заряжаться на позитивную энергию будем заряжаться на нашу силу на наши возможности на наше новое все новое и всем всем привет девчонки подсоединяйтесь я рада вас всех видеть и пишите что вы сейчас чувствуете какие у вас ощущения как у вас прошел сегодняшний день и проходит потому что сегодня всего лишь только начало всего того волшебного что нас ждет впереди и сегодня закладывается энергия на 20 лет и соответственно на 800 лет что сегодня за такой волшебный день наверняка многие кто интересуется уже слышали на разных каналах разных видео еще услышите от меня и я с большой радостью сообщаю об этом событии что сегодня официально можно так сказать по звездам начала эры водолея сегодня две большущие планеты сатурн и юпитер соединились практически в нулевом градусе и это значит что они выстроились как одна против другой планеты и она они видны как одна большая звезда и это значит что вообще говорят что такое уже слышно об этом пишут об этом об этом писали древние что когда опять такое случится это будет что-то такое волшебное что такое невероятное потому что в тот день когда 2000 лет назад было такое же соединение но в другом знаке двух планет это была та звезда которая знаменовала рождение христа сегодняшний день на подъеме настроение отлично энергии очень много супер супер прекрасно слышать все вот эти такие комментарии сегодня действительно волшебный день для тех кто к нему шел тот который знает что происходит осознанно проживает свои эмоции и осознанно отбрасывать негативные какие-то мысли негативные программы старые говорит до свидания всему прошлому и здравствуй всему новому всему позитивному который идет в наш новый век ну давайте подумаем сегодня мы с вами на эфире во-первых у нас идет экспресс-курс я рада видеть девочек которые присутствуют и работают можно так сказать потому что это интенсив это экспресс-курс новому году к новой эре творец своей жизни и конечно же мы создаем кроме той информации которые девочки получают надеюсь что вы можете даже написать как у вас идет ваша работа внутренняя через этот курс и конечно же мы создаем карту желаний и конечно и сегодня мы вот карте желаний готовы на сто процентов сегодня мы будем 21 декабря 2020 года день солнцестояния день соединения юпитера и сатурна день новой эры мы будем активировать нашу карту желаний и конечно же мы в курсе проговаривали детально как и что нужно создавать каким образом она делается есть всегда возможность спросить и задать вопросы задавайте все вопросы которые вас есть можете писать потом в комментариях или потом даже в комментариях под этим видео которые обязательно сохраню для того чтобы все остальные могли вне времени потом уже тоже делать эти скажем активации энергии на исполнение желаний самое главное чтобы вы поняли осознали что это новая эра водолея это абсолютно новое вы вот представьте что вы приехали в новое место жительства и вы ничего не знаете вы знаете какой зовут где вы живете скажем так условно и все вы не знаете где магазин вы не знаете как здесь что работает и представьте что вы из прошлого скажем даже лет 30 назад вот вот вы были 30 лет назад это 1990 год да и вы вам нажали на кнопочку и вы появились в 2021 году вот представьте это состояние когда вы появляетесь вроде бы даже в том же месте даже там где вы живете но через 30 лет так вот вот это то что прошло сейчас последние 30 лет с тем что сейчас начинают двигаться и что будет следующее как минимум 20 лет уже будет сколько всего изменено вы даже представить мы даже все представить себе не можем еще поэтому должны быть такими вот вот вы попали представьте из 90 года в 2021 год в том же городе где вы живете там где или где вы хотите жить по крайней мере то что вы знали в 90 и сейчас вы просто смотрите по сторонам и ничего не узнаете домов этих не было машин таких вообще такие возможности какие-то мобильные телефоны какие-то супер буперы с какими-то наворотами прямой эфир вот здесь я сижу и вы на меня смотрите все с разных концов света и можно это пересматривать и еще раз пересматривать и все это возможно вот так через какой-то экранчик телефона и вот вот представьте ваше состояние что вы появились в таком месте в таком пространстве где абсолютно все неизвестное для вас и вы должны к этому приспособиться и начать жить вместе с этим так вот уходящий двадцатый год это была та пауза то перезагрузка остановка завершение как упаковка чемоданов для того чтобы можно было идти в полет в будущее в новое совершенно в новую реальность поэтому готовьтесь к тому что будут большие сильно крупные изменения в нашей жизни особенно в сфере информации способа посылания форматы с помощью спорта о том как эта информация будет нам приходить телепатия будет еще больше работать будет больше активирована энергия третьего глаза будет сильнейшее разделение общества в том смысле что останутся люди которые будут абсолютно на низкой вибрации эти люди которые будут оставаться в высоких вибрациях привет привет всем привет катюш привет поэтому напишите пожалуйста кто девочки пишите комментарии чтобы мы закрепили этот этот пост что сегодня у нас мы активируем и посылаем принимаем праздную эру водолея да чтобы те кто заходили знали о чем мы здесь разговариваем спасибо да интересно благодарю за такой комментарий задавайте вопросы что вас еще интересует и конечно же я буду давать информацию информация идет как изнутри таки из потока когда я соединяюсь вы знаете что много информации идет из потока от творца и оттуда откуда сегодня открыты все всем врата и конечно же эти врата принимайте все это благодать всю эту энергию сегодня громаднейшая такая вспышка света присоединение этих двух планет это как бы этих энергии их удваиваются в космосе и будут такая яркость происходит так деньги деньги уйдут на второй план или только сердце станет актуально давайте поговорим на эту тему прекрасный вопрос смотрите мы жили мы жили прошлый раз когда 20 лет назад было соединение опять же планет мы в другом градусе и в другом знаке в знаке 7 земном да это был телец и вообще вся вот это вот последние 2 тысячелетия наши 2002 2000 лет которые проживала наше человечество оно было основано как раз таки на вот этом всем материальном что нажить недвижимость деньги вот это все захлобастать уничтожались какие-то эмоциональные моменты то есть духовность даже религия которая была присутствовала каким-то образом там всегда были какие-то моменты то одна религия то другая одни против других постоянное противостояние почему противостояние шло потому что дайте нам эти земли дайте нам эту недвижимость дайте нам эти деньги и все вот это когда происходит конечно же все основано на вот этом материальном на деньгах дайте дайте деньги все гнались за этим кроме того мы жили абсолютно на правилах и на тех основах которые шли с поколения в поколение раз так жила прабабушка так должна жить бабушка мама дочка и ее дочка и так дали все женское поколение а когда мы с вами переходим сейчас в новую абсолютно реальность здесь очень важно оставаться в любви оставаться в своем сердце чувствовать свое сердце с благодарностью вот просто всех поблагодарить весь род весь женский род весь мужской род все весь ваш род который создал вас но идти новый в новую эру в абсолютно новом своем состоянии со своей верой верой в свое сердце вера в свою душу веру свой дух и веру в то что вам приносит удовольствие мы снова начинаем чувствовать женщины снова женская энергия становится основой всех основ и это очень важно и и я просто как женский целитель женской энергии как человек который работает женской энергией много лет я как энергопракт и человек который преподает тантру для женщин и для мужчин я просто всем своим существом все свои сердцем все своей душой радуюсь тому что пришла эра женской энергии и очень хочу чтобы каждая девочка каждая женщина которая живет на нашей планете наконец-то осознала свою женскую силу и что женская сила она совершенно никак не связана с той силой которая которые которые сила слово сила это должно быть мощь какая-то должно быть какое-то там оружие сила там нужно будет всех победить нет женская сила это это женственность это сексуальность это нежность это спокойствие это создать спокойствие спокойную эту атмосферу вокруг себя спасибо за комплименты которые вы мне посылаете мне очень приятно и вот это если если я для вас красивая значит и вы красивые внутри себя значит вы можете принять эту красоту через себя и и как призму потому что все что нас окружает все те люди все то что окружение вокруг нас те возможности те красоты природа это все ваше внутреннее отражение поэтому я настаиваю всегда что просто мы должны работать со своей внутренней энергией со своей женской энергией и самое главное женской энергии девочки если вы посмотрите на каких там известных блогеров или на каких-то известных людей тех женщин которые привлекают внимание что в них самое такое привлекательное как вы думаете что в них такое привлекательное напишите мне как вы думаете что привлекает в женщине, неважно, мужчина, мужчину это привлекает или женщину, или даже ребенка, или взрослого человека, неважно, любого человека, даже животное, что привлекает женщину. Энергия. Что еще? И какая энергия? Она же может быть энергия. Класс, у вас прям тендем сегодня. Пишите, пишите, не стесняйтесь, выражайтесь. Наше время пришло выражать свое внутреннее состояние. Теперь можно говорить, можно говорить абсолютно обо всем, и главное, через свое сердце. Потому что, когда мы говорим через сердце, мы посылаем любовь, а если мы посылаем любовь, мы никогда не можем сделать больно другому человеку. И чем больше мы будем насыщены своей энергией, наполнены своей энергией, и будем посылать то любовь вовне из нас, то, конечно же, тем больше будет счастливых людей. Так, у нас пишем энергия, энергия, сексуальная энергия и сексуальность. Хорошо, теперь скажите, что для вас сексуальность в женщине? Какая женщина считается для вас сексуальной? Давайте посмотрим, что вы мне напишите. Это моя любимая тема. Сегодня я хочу вам, пока вы пишете, я хочу вам сказать, что сегодня такой очень волшебный для меня тоже день, потому что именно сегодня я принимаю участие в одном саммите в американском саммите. Там у нас идет диалог на английском языке среди 11 очень таких достаточно известных в своих областях спикеров, женщин, которые могут поделиться и помочь всем женщинам, услышав какую-то информацию, вернуться в свою женственность, в свое внутреннее состояние. Вот сегодня, именно сегодня, 21 декабря, вышел эпизод с моим участием, и я действительно благодарна Вселенной. Опять какие-то знаки, потому что сегодняшний день для меня очень такой важный. Я очень его чувствую, как большой-большой какой-то праздник, и рада, и у меня есть сайт, там, где вы сможете тоже скоро время это будет, я вам скажу, где вы сможете брать и медитации, скачивать мои, которые аудио-медитации, и также даже курс скоро можно будет просто скачать с сайта, да, поэтому давайте теперь посмотрим. Я вам благодарна за вашу поддержку, мне всегда приятно с вами поделиться. Итак, что такое сексуальность? Еще энергия изобилия. Раскрепощенная, свободная, мягкая, загадочная, наполненная, общительная, раскрытая, притягивает к себе. Прекрасно. Теперь смотрите, что здесь все-таки, да, вот это и есть сексуальность. Все правильно, сексуальность. Я всегда просто обожаю, никогда не устану приводить в пример известную Монику Билуч, потому что она ничего не делает, а является магнитом для взглядов и женщин, и мужчин, и это и является ее силой внутренней. Так вот, женщина, и это ее секрет, это ее магия, это... Раньше таких женщин называли ведьмами, потому что они магнитили к себе людей. Так вот, вот этот вот магнетизм, вот это вот... Вот ты сексуальная, благодарю. Вот этот магнетизм, который магнитит к себе людей и женщина, это и есть ее энергия, ее наполненность, ее сексуальность. При этом она может ничего не делать. Она внутри спокойная, она внутри уверенная в себе, в своих силах. Она знает, что в ней хорошо. Она принимает себя такой, какая она есть. Она не думает, что у нее что-то не так. Она думает, что она такая, какая она есть и любит сама себя. И плюс, она знает, что если она не хочет, ее никто не может обидеть. И если кто-то сказал, что ты там глупая блондинка, не умеешь ехать за рулем, и там тебе сигналят, или там тебе неизвестно что могут говорить люди, подумайте, в каком вы состоянии находитесь. И что быть плохого, быть глупой женщине. И это, по их мнению, она глупая, лишь потому что у них такое нестабильное внутреннее состояние, они огорчены, они несчастны, и они свое негативное состояние выплескивают наружу, а это наши, только наши, каждого из нас вера и, как это сказать, выбор, что принимать этот негатив или нет. Ну, сказал человек какой-то негатив в сторону вас, а вы улыбаетесь, дальше едете, потому что вас это не касается, потому что это его внутреннее состояние, которое он выплеснул наружу, а вы остаетесь в своем внутреннем состоянии, со своими границами, со своими правилами и со своим внутренним счастьем. Поэтому, поэтому сейчас мы с вами давайте будем двигаться дальше, и, конечно же, у нас сейчас с вами будет и активация, я посмотрю немножко по времени, сколько у нас времени, у нас еще есть время. Задавайте вопросы, я еще вам скажу, что у нас еще ждет в этот период времени и в ближайшее время, как все будет меняться, и, конечно же, все эти люди, которые готовы к этому, которые понимают, что такое осознанность. И вот возвращаясь к этому вопросу, что будет ли иметь значение деньги или только любовь, как там звучал вопрос, только сердце станет актуально. Смотрите, в чем здесь фишка? Фишка в том, что действительно все, что будет идти от сердца, вот это вот наш талант каждого, мы должны понять, в чем наш талант, и его как раз-таки выплескивать наружу. И вот этот талант, он и будет притягивать ваше финансовое изобилие. Поэтому здесь уходят на какие-то другие совсем уровни, когда говорят, что вот в семье все врачи, значит, ты должен быть врачом, вот там все инженеры, ты должен быть инженером, вот ты там, вот сейчас наблюдайте даже за своими детьми, у кого есть маленькие дети, куда этот ребенок уже совершенно осознанное создание, пришедший в этот новый мир, он уже сам знает фактически, что ему нужно и не нужно ставить какие-то преграды, не нужно говорить, что делать, а нужно дать свободу принятию самому какого-то решения. Поэтому вы вспоминаете сейчас, возможно, вспомнить и узнать свое предназначение, оно в том, когда вы, например, были маленькие, когда у вас была возможность сделать все, что вы хотите, представьте, вспомните, чем вы занимались, когда еще не существовало в вашей жизни это нельзя, то нельзя, тихо, вот так одеваться нельзя, краситься нельзя, громко улыбаться нельзя, ничего нельзя. И вот когда мы с вами вспоминаем те моменты, когда еще не было никаких ограничений, когда можно было все, когда абсолютно такое, скажем, время, которое может, делать абсолютно все, как нам нравится, и когда это происходит, выходят все ваши таланты, вот тогда вы проявляли себя по-настоящему, кто-то из вас сидел, читал, сочинял, рисовал, танцевал, пел, кто-то создавал какие-то поделки, кто-то делал прически, кто-то делал, не знаю, шил, в общем-то все, что вам вот, все, что вам приходило в голову, хотела научиться шить, имею три высших образования, шить не научилась, ну вот, наверное, возможно, это и есть твое, и когда мы, вот сейчас пришло время научиться тому, что когда-то всегда хотела, но откладывала в сторону, потому что нельзя было, потому что было другое время, так вот, важно сейчас начинать жить от сердца с любовью ко всему прошлому, что было, ко всем тем урокам, которые вы прошли, с благодарностью, с завершением всех тех уроков, и пришло время проявлять ваши таланты, у каждого человека он свой, и если вам говорят, например, вот вы обратились к какому-то специалисту, он говорит, у вас талант, например, сочетание цветов, это тоже талант, да, или как стилисты, например, могут сочетать вещи, так вот, когда можно услышать одно, да, а это можно проиграть в жизни различным способом, что это значит, что когда, например, сочетание, это может быть человек, который делает оформление, декорацию в квартире, или оформление сайтов, сейчас все в онлайн переходит, да, или сделать, например, есть люди, которые очень все рационализируют, то есть они начинают, им такой хаос, они возьмут все по полочкам, разложат, такие люди в новом времени сейчас, они, скорее всего, могут находить возможность, чтобы сайт быстрее работал, как людям будет удобнее получать эту информацию, и этих моментов очень-очень много, где можно одно, то, что вам сказали, подумать действительно, а что это значит для меня, а что, где во мне это проявляется, так вот, вот прям про меня, про кого еще, ну, кто еще себя узнал, поставьте плюсики, если кто-то еще узнал себя, и мне будет приятно увидеть, насколько в сердце идет эта информация, и, конечно же, в эту новую эру водолея начнется, как многие говорят, то, что мы сейчас и не знаем, и мы даже и не можем знать еще, что будет на самом деле, но скажите, представьте, что очень быстро, быстрыми темпами вообще это будет время, ну, скорость поменяется, то есть закон скорости, он точно поменяется, он начнется быть таким, скажем, молниеносным, что это значит, что вы можете подумать, и вот это вот, то, что вы подумали, оно уже очень быстро происходит, и, например, вот если вы замечаете, оно уже начало идти, а сейчас оно будет еще быстрее, быстрее ускоряться, эта скорость, и все эти события, которые у нас происходят, так вот, представьте, что скоро, вот то, что у нас телефон в руках, я помню, у нас был, сейчас вам расскажу одну историю, когда я училась в аспирантуре, и у нас был один преподаватель из Японии, он преподавал нам уже тогда на английском языке, и это было уже, боже мой, сколько лет назад, так вот, он, когда приехал, он нам рассказывал, что дискеты, если кто-то помнит, дискеты такие квадратненькие, да, что они уже давно, там, 20 лет назад в Японии уже были в музеях, тогда только-только мы могли получать и покупать вот эти камеры, которые, где были кассеты, где, чтобы снимать видео, он говорил, что все эти кассеты, видео, видеокассетники, они тоже же давно-давно в музеях лежали, вот, и получается, что для нас такая диковинка была, как, мы же только-только все это начинаем, так вот, сейчас, представьте, что через какое-то время, вот представьте, что уже в Японии, мы же не знаем, например, я не знаю, как они там живут, проживают, какие у них там технологии и так далее, хотя мы знаем, что это страна развития технологий, вот, а представьте, сейчас появится резко, поменяется какая-то технология связи, поменяется получение информации, телепатия и так далее, и мы сможем вообще молниеносно получать, посылать какие-то информации, часто я говорю, что вот как же будет здорово, наверное, будет меньше каких-то даже конфликтов, потому что подумали, другой уже понял, зачем 500 раз объяснять, здесь уже просто нужно быть настолько осознанными, чтобы всегда думать, что ты думаешь, потому что, когда ты понимаешь, что другой человек может прочувствовать или услышать ваши мысли, вы, наверное, будете думать честно, я бы так сказала, это век честности, это век искренности, это век открытости, это век легкости, легкости во всем, и, 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 конечно же, вы, в таком вот, в осознании своей жизни, бойтесь своих желаний, можно не успеть корректировать, все правильно, именно такое вот, можно такой лозунг сделать этой новой эры, бойтесь своих желаний, самое главное, сейчас вам скажу такой секрет, секрет, который мы используем и в тета-хилинге тоже, когда можно отменять быстро свои мысли, и любой человек может это сделать, то есть, если вы подумали еще что-то из старой программы или какая-то негативная мысль у вас промелькнула, вы можете просто сказать отменяю, или нет, любое слово, которое вы для себя решите, что оно отменяет предыдущую мысль, вы можете ее использовать и проговаривать, здесь важно понимать, что вот эта новая эра водолея, это эра любви, и вот именно, почему это искренность, и это такая внутренняя свобода, и теперь отношения, которые будут действительно, где будут проявляться близнецовые пламена, где будут проявляться искренность, где будет соединение родственных душ, все вот эти отношения, они будут построены только на духовной близости, и если раньше были отношения, очень часто отношения были связаны, и так это было в обществе принято, да, это были общественные такие правила, что когда, например, значит, вот идет война с детьми, да, дети воюют, когда у тебя два сына, а мама в эфире, то, конечно же, всем хочется своего внимания, так вот смотрите, когда у нас раньше, как было много лет назад, еще даже до моего поколения, было принято, что женщина выходила замуж, молодая, за какого-то более обеспеченного мужчину, если там она была красива, или там еще что-то, для того, чтобы она создала поколение, и родила детей для этого человека, она здоровая, она красивая, и, скажем, как раз плодородная, и она, соответственно, ее выдавали замуж за какого-то взрослого человека, никто не спрашивал, хочет она за этого человека, чувствует ли она этого человека, не чувствует она этого человека, просто выдавали замуж, и вот это вот состояние, вот это вот материальное, да, то есть вы женили на материальном благах, когда вот это вот, у меня прямой эфир, и потом после этого, что у нас сейчас происходит, Сейчас у нас, сейчас у нас происходит совершенно другое, пришло новое время, пришло время, когда самое главное это духовное соединение двух людей, двух душ, и конечно же вот это вот соединение двух душ, есть искренность и любовь, и когда вот эти два человека соединяются безусловно друг с другом, когда они соединяются, потому что они чувствуют друг друга, которые хотят друг другу дать помощь, которые друг другу хотят сделать так, чтобы он был счастлив, улыбался, безусловно, вот эта безусловная любовь друг к другу, она создает мощнейшую энергию, мощнейшую базу для создания финансового благополучия. То, что был вопрос опять же про деньги, насколько я слышу, что да, и бумажные деньги уйдут в небытие, и скорее всего через совсем несколько лет вообще поменяется понятие денег, оплаты и вот этого вот блага финансового, да, то есть вот как раньше вот так вот кидали деньги, думаю, уже не будет, и это будет, потом на это все будет смотреть, как какой-то история какая-то, неужели такое могло быть, поэтому давайте сейчас еще мы с вами подумаем, что у нас еще ждет вот именно в эру водолея, в эру любви криптовалюта. Возможно, вот то, что мы еще пока не знаем, и далеко для нас, и бикоинсы, и другие, хотя мы уже к этому начинаем тоже привыкать. Сегодня слушала эфир из Австралии, и там говорят, что там уже на кассах у них супермаркетах, соответственно, не стоят кассиры, да, то есть люди сами проходят, отбивают, уже кассиры не нужны. Все оплата в картах, и когда-то придет это и в Европу, везде, мы находим, я нахожусь в Греции, у нас это пока еще нет, но к этому все идет. И вот показывает практика карантина особенно, да, что это такой как бы процесс, такая возможность, когда все на карантине, чтобы все перешло в онлайн оплату, чтобы только по карте, чтобы только через вот эти пластиковые карты могли люди и смс-ки, да, вот мы идем на улицу, мы посылаем смс-ки, если даже в магазин купить что-то, там, одежду, все идут, только расплачиваются картами, и все, как будто бы денег и нету, вот. Поэтому, конечно же, отношение к деньгам и понятие деньги вообще поменяются в ближайшие совсем года, но в течение вот этого 20-летия, которое мы ждем, вот мы начали сегодня, в общем-то, будет вообще меняться понятие, которые были для нас нормальными, теперь они для нас станут, у нас появляются совершенно новые жизненные правила, я бы так сказала, и законы. И вот, конечно же, первый закон — это закон времени, поэтому, когда мы с вами думаем, и мысли эти происходят и реализуются очень быстро, поэтому думайте, что вы думаете, и это важно. И как раз к этой теме. Сейчас, когда мы создаем карту желаний, сегодня ее можно активировать, и то, что вы желаете, то, что вы проговариваете, то, что вы... будет соединение, мне кажется, в близнецах. Так, еще нескоро другой век, да, мы будем жить в веке, воздушном веке много-много лет. Вопрос такой, через 20 лет в каком знаке будет соединение. Как говорят астрологи профессиональные, что я еще пока не профессиональный астролог, я только учусь и к этому стремлюсь, и меня это очень привлекает. Так вот, мы остаемся сейчас время в воздушном знаке, поэтому будем наслаждаться всеми вот этими скоростными воздушными путями. Значит, что я еще говорила? Давайте вернемся назад в этот вопрос. Про отношения мы сказали, про деньги мы сказали. Так вот, про желания. Карта желаний, которую мы создавали сейчас на курсе, которую сегодня очень как раз можно активировать, и она мощно будет активироваться в соединении. Важно, очень важно думать, какие желания вы думаете. И прописываете, и загадываете. И манифестации, все манифестации, которые мы делаем, и намерения, они будут происходить и реализовываться в реальность намного быстрее. Хочу вам сказать, в чем отличается желание от намерения. И это очень важное различие. И мы, если желаем, мечтаем, это может оставаться на уровне мечтаний и вот этого желания всю жизнь. И так это никогда не исполнится. Намерение – это твердое решение иметь то, что вы хотите. Не просто я желаю там, а это намерение. Намерение несет совершенно другую энергию. Намерение несет такую энергию Марса, такую энергию действий, энергию принятия каких-то решений и шаги реализации. Поэтому здесь очень-очень важно про создав карту желаний, прописав желания. Ведь смотрите, на самом деле карта желаний – это визуализация тех желаний, которые мы хотим. И я всегда говорю всем, кто приходит ко мне, делайте и мечтайте глобально. Не то, что вы исправляете. У нас, кстати, в курсе было такое список желаний, как будто бы исправить сегодняшнее положение. Вот не исправляйте сегодняшнее положение, а творите свою новую реальность. Вот представьте, что у вас есть все возможности всего мира. Представьте, что у вас есть все деньги, которые вы только желаете, которые у вас есть, там, не знаю, все материальные блага. Все, на что мы сейчас думаем, что это нам необходимо для того, чтобы мы об этом как бы мечтаем, чтобы создать то, что нам приносит удовольствие, то, что нам нравится. Так вот, надо сейчас писать желания, списки желаний, создавать карту желаний и состояние, что у вас уже все есть, и вы хотите только то, что вы хотите, вот действительно хотите от своего сердца. Не просто, чтобы у меня там была семья, скажем, да, а именно какая вы в этих отношениях, какая вы в своей работе, в своей реализации, какая вы со своим ребенком или с будущими детьми. И вот, кстати, очень часто срабатывает, когда у человека вообще, он даже не нет, например, прав, да, у женщины, нет прав даже на машину водить, а она себе прописывает, я езжу, путешествую на своем автомобиле, и вот каким-то образом все так происходит, у нее автомобиль, у нее, получается, она идет и на права сдает, потому что дорога так вырисовывается, что оно так и происходит. Не исправлять сегодняшний день потрясающе. Благодарю, Мануш, за такую оценку моих слов, которые идут, конечно же, в потоке, и действительно, это тоже такой инсайт, это был такой инсайт, когда прочитываешь свои желания и потом создаешь альтернативный список желаний, да, то есть то, что вот у тебя, тебе все дали, тебе дали этот, как все думают, вот был бы у меня миллион долларов, тогда я бы сделала то-то и то-то и то-то. Вот теперь у тебя есть этот миллион долларов, давай посмотрим, что ты теперь будешь делать. И все такие садятся и начинают думать, боже, что мой, а ничего такого особенного, я-то и не хочу, я хочу, я хочу вот просто правильно питаться, быть здоровым, быть счастливым, гулять, чтобы было время. Поэтому, поэтому, да, мы не исправляем то, что мы имеем, а мы создаем, творим новое. Так, а сегодня желание загадывать. Конечно, конечно, не просто загадывать, и все, что с этим связано, манифестировать и активировать, вот у каждого что вот есть. Давайте я вам расскажу такую интересную, вот кроме карты желаний, которую все знают, я вам расскажу один такой ритуал, как раз сейчас перед Рождеством, перед Новым Годом, когда все будут делать какие-то всегда ритуалы на исполнение желаний. Кстати, вот мне сейчас такая мысль пришла. Все, кто делали когда-то и делают, возможно, гадают вот как крещенским вечероком, все гадали, да? Вот у нас же тоже все время происходят какие-то такие ритуалы гадания. Я помню, мы тоже собирались с девочками, с подружками в подростковом возрасте и мечтали там о женихах каких-то, о каких-то там детях и зачем-то. Ну, то есть хотели то, что мы видели вокруг, то, что должна женщина. Мы не мечтали тогда реализовываться. Я не помню, чтобы была какая-то там девочка, которая бы говорила, я хочу сделать карьеру, там, я не знаю, бизнес-вумен. Нет, все хотели быть там невестой, хотели парня, хотели потом выйти замуж. Ну, вот какие-то такие моменты, не проговаривать то, что, а какая же я хочу быть в этих отношениях и какой муж, чтобы у меня был, да? А просто вот такие вот желания, которые мы просто видели, как другие люди живут. Так вот этот вот весь процесс, фактически он уходит на второй план, и у каждого есть своя дорога, и поэтому каждый должен ее творить. Сейчас расскажу вам один ритуал, который мне тоже очень нравится, и очень он простой. Пока еще есть, пока еще есть в нашем веке обычные спички, и еще они продаются и создаются, хотя этого все меньше, меньше и меньше, да? Просто создать волшебные спички. Значит, берется коробок обычный, и один этот коробок, значит, берется листик бумаги, вот такой, ну, обычный любой листик бумаги, который вырезается, вот представьте, что вот это вот, вот это коробок, да? И берем вот так, вырезаем как раз вот сколько, чтобы закрыть вот эту картинку, которая на коробке нарисована. И это мы наклеиваем с двух сторон, чтобы не было видно, что написано там про спички, например. И мы пишем прямо на этой бумажке волшебные спички с одной стороны, а с другой стороны пишите свое имя и фамилию, ваше имя и фамилию, которое вам принадлежит. Получается, что это волшебные ваши спички. И вот для того, чтобы их зарядить, чтобы они стали волшебными, важно их активизировать, да, зарядить их. Что это значит? Значит, это значит, что вы выбираете любое самое обычное, самое примитивное желание. Например, хотите, у вас есть, например, шоколадка, и вы пишите, говорите себе, я хочу съесть плитку шоколадки, да, там кусочек шоколадки. Берете спичку, зажигаете и делаете так, чтобы она сгорела полностью. Ну, это вообще еще из детства, мы так тоже вообще просто так желание загадывали, помню. Брали, зажигали спичку, она немножко прогорала, потом мы слюнявили свои пальцы, чтобы не так обжигаться, держали, и делали так, чтобы спичка полностью сгорала. И вот когда... Уже взяла коробок, молодец, делай, будем сейчас все в потоке активировать. И вот когда вы говорите, хочу выпить стакан воды, зажигаете спичку, сжигается она, и вы выпиваете стакан воды. В общем-то, вот этот вот метод, я вам сейчас скажу просто с научной точки зрения, как он работает, но он действительно волшебный, и он действительно дает результаты. Мы программируем свой мозг на исполнение желаний, когда мы делаем, просыпаемся и говорим, сейчас я хочу сделать зарядку, я делаю зарядку, теперь я хочу пойти попить воды, я иду пью воду, теперь я хочу выпить чай, хочу съесть завтрак, и я все это делаю, и получается, что мозг, он такой, оп, что-то захотелось, и сразу произошло. Это как? Раз, опять то же самое. Как такое возможно? Вот, хочу выпить воды, да, пью воду. Круто, как в детстве, и работала же. Вот Наташа пишет. Работала в детстве? Работала, понимаете? Мы же творили, колдовали с самого детства, и мы верили в это все. А скажите мне, кто делал в детстве, как мы это называли, клады такие, когда мы брали стекляшку, брали красивые камешки, мы находили стекляшки разные, всякие какие-то штучки, ходили, закапывали, а сверху выкладывали это стеклышко, и это был наш клад. И что мы этим делали? Вот если так сейчас подумать, на эту сейчас тему столько много коучей есть. мы активировали энергию изобилия, мы активировали свою финансовую энергию, и нам дарили подарки. Вот все, что мы хотели, детям почему-то исполняют, ну, в большинстве своем, да? Но ведь среди наших этих детей, которые маленькие были, были те дети, которые не делали эти вот эти вот секретики, вот секретики, да, спасибо, девчонки, видите, вы все знаете. Ведь многие не делали. Почему? Потому что они, у них были свои блоки, у них были свои какие-то запреты на это, и, конечно же, они этого не делали. А те, кто делали это бесшабашно, вот в том состоянии, которое еще, вот этого нельзя, этого нельзя, то нельзя делать и так далее, когда мы делаем, просто потому что нам это хочется. Почему всегда вот такое хочется волшебство, чтобы были какие-то блесточки, чтобы было такое все, что-то такое, видите, я даже такую маску поставила, чтобы блестело у меня тут, провод блестел, просто хочется такой, это тогда волшебство, вот она всегда такая магия, цветами загадывали желания, вот, молодцы, конечно, вот смотрите, Алия у нас живет, вот напишите, кто откуда, где вы живете, вот давайте посмотрим, абсолютно с разных мест нашей планеты, можно сказать, да, ну скажем, европейской части, вот сейчас находится на эфире, хотя нас не так много, но мы уже из разных все стран, и у нас в детстве были похожие игры, я вам хочу сказать, что это было не только в Советском Союзе, но и в других странах были такие игры, и мы уже тогда создавали волшебство, Брест, Беларусь, родной Брест, привет, вот, и Амравир, Краснодарский край, Брест, Беларусь, Россия, Мравир, вот, прикольно, Ижевск, Россия, девчонки, вообще, просто, Казахстан, Сатана, Сатана, наверное, да, город, Астана, скорее всего, наверное, этот ТФ-9 неправильно написал, Астана, да, вообще, просто, смотрите, из разных вот стран, и у всех было это все связано и работало, действительно, вот смотрите, сейчас я вам скажу по финансовой энергии, по вот этому направлению, я знаю, что еще другие девочки тоже из других стран, которые сейчас присутствовали и присутствовали до этого, смотрите, когда мы, у нас есть, кто копилку, ну вот, Амравир, обожаю вашу команду КВН, вот, представляешь, а вот сейчас люди на эфире, да, вот так вот, а вы говорите, вот прямой эфир, а когда-то это было возможно, когда-то мы КВН видели только в зале своего университета, потому что мы могли только между собой шутить, и там где-то как-то, когда-то телевизоров не было, а сейчас уже мы, вон, перешли полностью в онлайн. Вот, девчонки, вот смотрите, что у нас получается, когда, как работает вот этот момент финансовой энергии потока, и скажите, кто делал копилки, когда был маленький, я помню, у нас было две большущих бутылки шампанского пустые, куда мы складывали вот эти копеечки, по одному, по одной копейке складывали, собирали, у нас, помню, мы на спирали прям целые эти бутылки. Так вот смотрите, в чем вообще вот суть этого всего. Эти секретики, изобилие, эти копилочки, которые там копеечки мы собирали, или все что угодно, или мы рисовали даже деньги, да, когда-то что-то, это мы все, свои мысли концентрировались у нас на определенную финансовую составляющую, вот, и получается, что таким образом мы притягивали к себе еще больше, то есть у меня копилка была, я все время притягивала, получается, что у меня было настроено, что если я возьму одну копеечку, значит, мне нужно будет ее туда положить, значит, я уже как бы свой мозг настраивала на то, ищи, где есть эти копеечки, да, то есть меня это уже привлекало тогда, чтобы вот эту вот копейку раз и положить. Сейчас мы это делаем по-другому, сейчас даже есть электронные копилки. Вы у себя даже на счету в банке можете сделать такую, такую ячейку, скажем, да, где вы назовете копилка, и вы каждый месяц или каждый день, когда вам угодно, вы можете откладывать по одному, два, три евро, как у нас здесь, или там 10, у кого кто что хочет, но чтобы это было такое, не то, чтобы вы там каждый день по 100 евро, да, положили, а у вас доход там тысяча, ну, то есть это нереально, поэтому, когда у вас идет, чтобы это было логично, и тогда каким-то волшебным образом начинаются появляться другие возможности, появляется большее изобилие именно финансовое. То есть мы даем пространство своему мозгу думать и принимать деньги. Вот, сейчас, несмотря на то, что меняется совершенная эра и понятие финансовое такое, оно поменяется, но не поменяется, понимаете, отношение к деньгам поменяется, то есть не нужно бежать за деньгами, а нужно наслаждаться процессом, и процесс принесет деньги как ресурс, нужно поменять полностью отношение к названию деньги. Деньги для нас теперь будут не бумажки какие-то, а это будет ресурс для реализации наших каких-то желаний. Коробок готов, отлично. Для, запоминаем, для того, чтобы активировать вот эти волшебные, волшебные спички, которые так и написаны, волшебные спички, и с другой стороны фамилия, имя. Вот, обязательно, вот то, что действительно можешь сделать, да, то есть там, все, что пойдешь делать сегодня, вот прямо вот активируй. Да, волшебные спички, прямо так и пишем, на коробке пишем волшебные спички, а с другой стороны имя и фамилию, что это именно ваши индивидуальные волшебные спички. Помню, у меня дети нашли один раз, такие говорят, мама, что это такое? А что это за волшебные такие спички, ведь это же, ну это же всегда интересно, волшебные, это значит, что-то такое обязательно произойдет, и на самом деле это происходит. Есть много других вариантов, я вам буду рассказывать, возможно, в других эфирах, такие еще есть методы программирования себя на результат. И почему я вам это все говорю? Очень важно знать, что мы хотим и что мы думаем, и что, к чему мы стремимся. И очень важная такая тоже у нас в курсе, который у нас сейчас идет, экспресс к Новому году, был тоже инсайт, благодаря девочкам, которые выполняют каждый день практически задания, и большие такие задания, то есть такой действительно интенсив у нас получился. Так вот, когда мы занимаемся, накачаем энергию, мы занимаемся йогой, например, занимаемся энергетическими практиками, занимаемся релаксацией определенной, занимаемся поднятием уровня своей энергии, своей женской энергии, тем более сейчас в эру водолея это будет намного-намного еще круче все происходить. Если мы не знаем, для чего нам эта энергия нужна, то лучше этого вообще не делать. Поэтому вам нужна энергия именно для реализации, для действий ваших желаний, понимаете? Для того, чего вы хотите. Для себя, для своего ресурса, для своего поднятия настроения даже. И когда у женщины есть энергия, она всегда что-то придумывает, она всегда что-то творит. И вот это творчество, которое мы начинали еще и говорили в самом начале эфира, оно может выражаться абсолютно во всем. Ведь есть женщина, которая начинает, например, готовить торт, она в процессе начинает придумывать, как она этот торт украсит, и у нее это получается индивидуально и красиво, и когда-то она начинает думать, что, о, оказывается, у меня есть такой талант, я могу делать, украшать торты, а еще они такие вкусные получаются. И к ней приходят люди, и потом это становится ее вообще бизнесом. И столько таких историй мы можем слышать. Кто-то начал, попробовал случайно фотографировать, потом понял, что это у него просто талант есть к этому. То есть мы, когда начинаем что-то делать, и когда мы в этом, в приподнятом настроении, а значит, мы наполнены энергией, позитивной своей женской энергией, своей сексуальностью, мы начинаем творить. И вот творчество и искусство – это, девочки, не только петь, танцевать, рисовать. Это абсолютно во всем, потому что есть талант, как преподнести информацию, есть талант, как успокоить человека, есть талант подобрать правильные слова, два, есть талант учителя, есть талант врача, когда человек действительно, вот говорит человек от Бога, почему? Потому что он действительно врач от Бога, он вот ставит диагноз, а как объяснить, он может и не может как, вот он это чувствует. Вот эта вот сверхчувствительность – это тоже талант. И вот эти таланты, выходите, расширяйте свое сознание, вот просто открываем свою голову и позволяем себе видеть новое. Не то, что у нас, привычное возле нас, а вот замечайте новое все время. Что нового произошло там в магазине, как переставили товары, как, что нового в природе. Вот вы пошли погуляли, вот как сегодня поменялось в сравнении с прошлой неделей, там дерево, как листики поменялись. И вот когда мы это все начинаем замечать, что-то новое, в нашу жизнь действительно приходит новое. И это новое, которое нам нравится. Задавайте вопросы, у нас еще есть несколько минут, и я приближаюсь к этому моменту, чтобы все, кто делали карту желаний, для того, чтобы ее активировать, мы оставляли место в самом центральном квадратике, в секторе таком, который про нас. И вот именно этот квадратик, мы туда должны прописать одно из очень таких реальных желаний, фактически желаний, которые мы используем с волшебными спичками. И это желание мы с вами будем, все, кто присутствует на курсе, у нас будет еще дополнительный эфир, где мы вместе в медитации будем это все делать. И что я еще хочу сказать про волшебные спички. Вначале, когда мы делаем, мы активируем простыми желаниями, а потом, вот хотите, чтобы вам там, я не знаю, подарили цветы, вот просто загадайте. Хочу, чтобы мне подарили цветы. Или я получаю цветы в подарок. И таким образом, это может не прямо сразу произойти, вы загадали желание, сделали намерение, вот так во вселенную отправили. Хочу, чтобы мне подарили цветы. Все, безусловно. Вы же не думали, что вы шоколадку не съедите, правильно? Вы же не думали, вот в таком же состоянии. Хочу съесть шоколадку, она передо мной лежит. Я спичку зажгла, взяла, съела кусочек шоколадки. Безусловно. Никаких преград в мозгу нет. То же самое, вот это вот неверивание, как бы, да, просто хочу, я получаю цветы. Тоже должно быть такое же состояние, что нету какой-то условности, а вдруг, а вот кого вообще? Кто вообще пришел? Раз такое бывает, такое бывает, присылают цветы просто так. Мне квартиру, пожалуйста. Пожалуйста, квартиру. Вот я нахожу ту квартиру, и я переезжаю в квартиру, которую я хочу. Вот активируйте вот этот вот коробок вот свой, да, вот этот вот волшебный коробок, волшебные спички, и другими своими качайте свою энергию и вкладывайте в эти намерения. Если вам некуда вообще девать свою энергию, вот вкладывайте ее в реализацию своих желаний, в загадывание желаний, в манифестацию. И, конечно же, вам придут, откроются новые таланты, вы можете стать, поменять вообще профессию, вы можете вообще поменять образ жизни, поменять внешний вид, заняться совершенно другой деятельностью. Ничего не бойтесь. Бойтесь потом, проживя всю жизнь, сказать, а почему я это не попробовала? Почему я не рискнула там, ну, что-то там новое сделать? А почему я подумала, что у меня не получится писать стихи, и я даже не взяла ручку и карандаш, или там карандаш и листик, и просто начала писать? И почему вы должны слушать? Кто-то вам скажет, что здесь особенного? Вы в процессе, если вы получаете удовольствие, вы заряжаетесь энергией, и это самое ценное сейчас. Вопрос, а кто не был на курсе и не делал карту? Как быть? Делать карту. Если есть такое желание, делайте карту. Если нет возможности сделать карту желаний, потому что действительно, я вот знаю, вот Оля даже может подтвердить, что когда вот можно готовиться и так ее и не сделать, да, эту карту желаний. Все, то времени нет, то еще чего-то нет, все происходит в тот момент, когда это нужно, чтобы произошло. Так вот, если кто-то не делал карту желаний, делайте список желаний. Есть много информации в Ютьюбе, и я тоже выставлю, скорее всего, по карте желаний, по секторам, как это пишется. Подписывайтесь на мой канал на Ютьюбе, Светлана Новикова, и там у меня много видео будут выходить сейчас и моей школы мудрости, именно для женщин, больше всего информации, ну не только для женщин, для мужчин, и для подростков, для всех, школа мудрости. И там вы сможете найти некоторые моменты, как, например, делать карту желаний. И, конечно же, если нет карты желаний, то карту желаний можно будет сделать, сейчас я вам скажу, когда на следующее новолуние, это уже будет в январе, тогда вот сейчас можно узнать, как, что, и начать подготавливаться, и в январе уже ее активировать, или делайте список желаний. Список желаний, вы можете сколько угодно у вас желания, может, у вас вообще три желания, да, вот просто пишите. Самое главное, правильно писать эти желания. Для кого-то очень важно их обязательно написать, проговорить, продумать, потому что вылазят тараканы, почему нет? Ага, я теперь поняла вопрос. Поэтому пишем список желаний. Любой список желаний сейчас вы можете активировать, который, значит, так, вопрос, что сделать с прошлогодней картой? Прошлогоднюю карту, или там карту, которую вы сделали несколько лет назад, потому что карту можно делать на год, можно делать и на три года, да, то есть пока желания все не исполнятся, но они действительно начинают исполняться, как-то так волшебно это все работает. Вы знаете, если у вас все исполнилось в карте, вы можете ее утилизировать, да, просто там порезать или сжечь. Если у вас что-то осталось, что вам очень-очень нравится, но это еще не реализовалось, спросите себя, а было ли это мое желание? Действительно ли я этого хочу? Почему оно не произошло? И, возможно, это желание, которое не произошло, оно вам и вообще не нужно. Поэтому прошлогоднюю карту, если вы создаете новую, абсолютно новую карту, то, да, можно ее уничтожить просто. Никаких проблем с этим нет. Многое сбылось, но не все. У меня их 100. 100 желаний или 100 карт? Вопрос. Я поняла, что вы ее делали сейчас, в эфире что-то будете с ней делать. Правильно ли я поняла? Поэтому спросила, что делать прямо сейчас, если нет карт. Смотрите, я сейчас рассказываю, как вот, когда мы создали карту желаний, про ее активизацию, да, я это уже рассказала, повторяться не буду, то есть мы прописываем вот это желание, которое мы можем легко сделать. И мы можем, кстати, с помощью волшебных спичек ее еще больше восстановить. А все девочки, которые у нас на курсе, мы соберемся все вместе, чтобы они были. И мы на закрытом эфире сделаем активацию через медитацию. В новой карте можно прописывать те же желания, что не сбылись в прошлой. Можно прописывать иногда желания, они реализуются, например, ну, если это глобальные какие-то желания, да. Вот смотрите, я всегда рассказываю, обожаю просто рассказывать эту историю, когда мы приходим, если сто желаний, супер, это вообще-вообще-вообще волшебно. Ведьмы, да, мы ведьмы, это правда, мы ведьмы, мы волшебницы, мы магические такие женщины, скажем так, да, потому что женщина, которая наполнена энергией, она всегда испокон веков считалась колдуньей, вот, но мы колдуньи, колдуньи света, потому что, когда на мои практики, на мои тренинги приходят девочки из Детфреции, на такие живые или в онлайне, и они говорят, боже, так все как-то меняется, такое, какое-то волшебство просто происходит, каким-то магическим способом, вот как-то так все происходит, и это действительно магический. Так, кому-то нравится мой смех, мне приятно, потому что это смех от души. Смотрите, когда есть даже 100 желаний, да, 200 желаний, это вообще прекрасно, это супер, очень важно активировать этот список, поэтому сделать, прописать небольшое желание, которое такое вот, ну, реально сделать в течение 2-3 дней и его прописать, точно таким же образом, как все другие желания, и когда вы это сделаете, сразу же поставить такой чек, да, готово, активизировали список желаний или карту желаний, а если карта до конца не готова, есть заготовки, только до конца не уникли, и не прикреплено, можно будет доделать в ближайшее время, сколько еще времени на доработку. Можно, смотрите, все, кто не сделал карту, и все, кто хотят ее доделать, что нужно сделать, нужно оставить место, вы уже будете знать, как ее активировать, и вы, главное, чтобы весь этот процесс начали как раз в новолунии, и как раз вот эту неделю, которая у нас была, вот сейчас, когда переход из одной эры в другую, и когда вы ее наклеите всю, вот тогда вы ее активируете, просто оставляем обязательно место, и в конце прописывайте свое то желание, которое вы сделаете в течение последующих, там, трех-четырех дней, ну, как можно быстрее. Самое интересное, что когда вы пишете, вот как вы отметили сегодня в эфире, не исправляемся с сегодняшней реальностью, а пишем какие-то такие, например, там, где графа путешествия, пишешь какой-то вообще там город, и страна, которые рядом, даже не знаешь, как туда добраться, никогда не думала, как туда можно добраться. Вот прописали эти города, вот поверьте, вот у меня такое бывало, что, значит, прописала я, и главное, что я писала города разными буквами, разными размерами шрифта, и вот то, что было побольше буквами, они как бы быстрее произошли, причем никаких планов не было до этого, просто волшебство. Поэтому эта визуализация, это мы наполняем своей энергией, представьте, что мы готовимся к этому, все, с чем мы соприкасаемся, с любым предметом, с которым мы соприкасаемся, мы его одариваем своей энергией, и когда мы создаем всем своим существом, тогда мы это так наполняем, так заряжаем, и так с этим всем соединяемся. Я, давайте еще вопросы, мы уже с вами, уже больше часа в онлайне, я не знаю, закроется сейчас или нет прямой эфир, потому что сейчас вроде бы бывает, что эфир можно делать больше, чем час, в инстаграме. Я всем вот этим сейчас соединюсь с энергией потока, и, конечно же, именно вот в этот период времени, когда у нас идет соединение с энергией новой эры, и, возможно, мы это чувствуем, но не можем это осознать, насколько меняется наша ДНК, насколько меняется наше восприятие, насколько меняется наше состояние, насколько меняются наши вибрации, наши личные вибрации, вибрации всего нашего поля, всей нашей планеты, всей нашей Вселенной. Считается вообще, что галактика, наша Солнечная система интегрируется в другую какую-то систему, две системы интегрируются вот именно этим переходом, и таким образом мы повышаем уровень своих вибраций, поэтому это очень волшебно. Давайте сейчас сделаем такую медитацию, такую настройку. Представьте, вот кто уже делал эту карту желаний, кто только думает о ней, но уже все продумал, все свои списки желаний, или там именно вот по карте желаний, которые сейчас мы уже неделю с девочками работаем на эту тему, мы с нее начали. Представьте, что, вот закройте глаза, и представьте, что вот каждый сектор из вашего, из вашей карты, он уже реализовался. Каждое ваше желание, оно уже стало реальностью. Представьте себя, как будто бы в центре этой карты, где вы ярко и красиво улыбаетесь, где ваша самая красивая фотография, где вы сонастроены со своим сердцем, где вы счастливы, где вы в той энергии, в которой вы находитесь именно сейчас. И побудьте в этом состоянии. И представьте, что вот вы, вы же и есть центр, вы центр своей вселенной. И вот как вы представляете вот эту карту? Представьте, что вы и есть солнышко, и от вас идут лучики, лучики в разные стороны. и вот каждый лучик, это часть вас. И вот этот лучик идет от вас в каждый сектор вот этой карты желаний. Представьте, как вы становитесь солнышком в центре всей вселенной. и от вас идут лучики. И когда эти лучики входят в каждый сектор карты желаний, то есть в каждую сферу вашей жизни, соединяются с теми людьми, которые вы прописали, с теми событиями, которые вы желаете. и вы через себя, через эти лучики наполняете на реализацию каждый сектор желаний, который прописан и проклеен картинками в этой карте желаний. Все внутри вас. И вот этот ваш свет, ваш огонь, ваше счастье, вашу любовь. Вот прямо мне в руках сейчас столько энергии пришло. Чувствуется наш поток, чувствуется, что вы тоже это представляете. Прямо соединена с вами и с какими-то высшими силами. Представьте, что вот вы и от вас идут вот эти все лучи. И из этих вот эти лучи наполняют каждую сферу вашей жизни энергии реализации и энергии проявления в вашей реальности. И побудьте несколько секунд в этом состоянии, что все это реализовалось, что вы находитесь в центре этого всего. И что вы нынешнее уже там в будущем, в этой будущей реализованности все это уже имеете. И представьте, что вы все это уже имеете, то, о чем вы сейчас только мечтаете. И почувствуйте энергию благодарности. И кого вы обычно благодарите, когда реализуются ваши желания? Кого? Высшие силы, Творца. Святой Дух, Божью Матерь, себя, своих родителей, весь свой род, как вверх, так и вниз, во всем пространстве. пошлите энергию благодарности. А теперь почувствуйте свое тело, почувствуйте свое пространство, свою комнату, где вы сейчас находитесь, соединитесь со своим телом. И разрешите этой энергии зайти в вашу ауру, которая была вот так вот во всей вселенной. Теперь она заходит в вас и уплотняется ваша личная энергия. Сделайте глубокий вдох-выдох и в этом новом состоянии напишите, как вы сейчас себя чувствуете. И мы будем заканчивать эфир в этом насыщенном, наполненном состоянии. Напишите, что вы сейчас чувствуете. Вы здесь? Вы вернулись? Благодать! Я поверила, что это все возможно. Да? Это все возможно, так и есть. благо принимать. Я вас благодарю, я вам посылаю благо, спокойствие чувствуете. Шикарно. Ведь это самое главное, что то, что вы сейчас написали, это тот результат, который есть, который я хочу, чтобы был у вас. это тот результат. Чтобы вы поверили, что это все возможно, что все внутри вас. И вот это спокойствие, благодать. Светлана, спасибо большое за то, что вы есть. Я вас благодарю. Я вас благодарю, что вы пришли на этот эфир, что мы вместе в этом потоке зарядились этой энергии новой эры. Я вам обещаю, что это будет волшебное время. Не обращайте внимания на внешнее, обращайте внимание на свое внутреннее. Мы уже совсем другие. И разрешите этому новому сознанию стать вашим настоящим. от меня вам много любви от всего моего сердца. И наполняю каждый ваш дом светом, каждое ваше поле светом, любовью, соединением с Творцом. И становитесь Творцами своей жизни. Обязательно сохраню этот эфир, и вы сможете этот эфир пересмотреть, или если нужно активировать карту, или соединиться с этой энергией, как минимум до Нового года это все будет работать. Поэтому у нас 30-го числа полнолуния. Опять же, будет, скорее всего, сделать прямой эфир по медитации, ведомой медитации полнолуния. И мы с вами соединимся, будем каждый раз все глубже и глубже делать. Чувствуй силу вокруг себя, что я свободна, могу очень много изменить. Алия, так и есть. Так и есть. Я тебе этого желаю, ты этого заслуживаешь. Помните свои ценности. Вы женщины, а женщины, это самое драгоценное, что есть на этой планете. И каждая из вас индивидуальна и уникальна. Люблю вас безмерно. Заканчиваю эфир. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok